Всем привет! Сегодня будет видео хвостушка. Хвостушка подарки, которые мне прислали друзья и я не могла ими не поделиться, не похвастаться, потому как хорошим тоже хочется делиться. Шоколад продержался максимум полчаса с того момента, как я его увидела. И даже несмотря на то, что я любительница молочного шоколада, скажу, очень вкусно, просто обалденно. Дальше буду показывать прям то, что есть. Для ухода за руками мне подружка прислала солевую ванночку для ногтей. Мне она очень нравится и вечером, когда все переделали, можно расслабиться, отдохнуть. Очень даже неплохо провести время с пользой. Включить любимую музыку, либо какое-то видео посмотреть. Видео, которое показывают друзья, и в это время совместить приятное с полезным. Разумеется, не обошлось без косметики. Я попросила крем под глаза, потому как у меня совсем закончился. Совсем-совсем-совсем. И подружка прислала мне вот такой, это Ивроше, моделирующий крем под глаза. Да, отеки убирает, смотря у кого какие. Отеки при пухлости, ну не скажу, что на все 100, конечно же, это не скальпель хирурга, но эффект есть. От морщин, возможно, пока еще слишком мало им пользуюсь. Единственный минус, который я заметила, сначала даже не поняла, в чем дело, это то, что он немного скатывается. То есть, если вы нанесете его чуть больше, чем надо, может быть такой эффект. Вот, наношу вечером и утром, и все замечательно. Где-то читала об отзывах, что неудобное нанесение. Не знаю, мне очень удобно и никаких проблем абсолютно. Очень удобно, дозировано и, не знаю, мне понравилось. Тени. Тени Ларина, это украинский бренд, это матовые тени. Шиммер я не люблю. Ну, так сложилось, не только сейчас, а вообще. Крем для рук. Здесь целая серия жидкое мыло и гель для душа. Запах просто фантастический, настолько вкусный. Хотя сначала был момент, когда я испугалась, потому как, да, это видно, вот здесь увидела корицу. Ну, мое отношение к корице, это просто ужас. И думаю, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ничего подобного. Просто сказка, прекрасный запах. Крем очень быстро впитывается, нежирный. Если нужно что-то пожирнее, посмотрите, что-то еще. А так замечательно, мгновенно впитывается. Мыло и гель для душа очень быстро мылится и довольно быстро смывается. Гели для душа иногда бывают, в общем, бывают разные. Этот очень хорошо пенится и просто ходите, потом благоухаете. Дальше вкусняшки. Конечно же, это чай. Чай или кофе, девочки знают мои слабости. И вот такие две упаковочки. Тут осталось немножко. Специально оставила, чтобы успеть снять. И все, дальше он очень быстро закончится. Чёрный чай. Композиция на основе чёрного чая с кусочками фруктов, ягод, лепестками цветов и ароматом барбариса. Боже мой, как это всё пахнет! Чай сказочный! И зелёный, сказки леса. У нас тоже чайные шедевры, как и здесь. Композиция на основе зелёного чая. Состав. Зелёный чай, китайский зелёный, листовой. Также ягоды гаджи. Орех миндаля пластиночками. Кондитерская посыпка. Лепестки цветов. Мальва. Ой, ложка, ложка, василёк. И ароматизаторы малина и вишня. Не знаю насчёт ароматизаторов, а вот кусочки, вернее не кусочки, а сами ягодки малины засушены. Это просто необыкновенно. Чашка чая, аромат и сверху плавают ягоды малины. Ну, самый настоящий ритуал чаепития. Здесь уже был, да, здесь уже был очень вкусный итальянский рис. Очень вкусный был, да. Снова итальянские макаронные изделия. На этот раз немного другие, но очень и очень вкусные, честное слово. Конечно же, девочки думали, я успею, но так получилось, что были дела и было немного недотворчества. Иногда случаются такие моменты в жизни, но думаю, ничего страшного, сделаю к следующему году и всё будет так, как надо. Здесь, вы видите, заготовка, заяц и яйцо. Очень хочу сделать декупаж. Так давно собираюсь, что, по-моему, уже пора. Ну, здесь в прошлом году ещё к Пасхе я делала вот такого зайца. И как только Пасха, он пасхальный. Как только праздники заканчиваются, он просто живёт на столе и украшает собой интерьер. Думаю, с этим зайцем вполне может случиться то же самое. У зайца и кухня почему нет? И совсем не обязательно, чтобы на него можно было любоваться только на Пасху. Ну и да, конечно же, друзья послушали-послушали мои страдания и сказали, ну что же с тобой делать? Если ты не купила, а тебе так надо, и прислали мне удобрение для Орхачек. Я его уже показывала, но это удобрение пришло именно с этой посылочкой, поэтому показываю его ещё раз. Это просто сказка. Раз в неделю мои Орхачки очень и очень довольны. Ну и я тоже. Ну и, наконец-то, к рукодельным подаркам. Первый раз я вижу вот такой крейник. Честно говоря, я не знала, что он может быть таким пушистеньким. Ну вот теперь он у меня есть. Это микро-айсетю от льдинки даже. Три метра льдинок у меня уже есть. Готовимся к следующему Новому году. Маленькие магнитные застёжки я заказывала в интернет-магазине. Застёжки и вот то, что лежит слева. Сейчас я к этому перейду. И, конечно, вот такие пуговички мне не могли не понравиться. Это тоже подарок. Ну, куда их пришить, я, разумеется, найду. Теперь, что заказывала в интернет-магазине. Вот такие ткани и... Ну, это тоже ткань и клеевой синтепон. Начну снизу. Вот такой клеевой синтепон я просто обожаю. Клеевой с одной стороны клея никакого нет, а с другой должно быть видно. Здесь точечное нанесение клея. И после того, как с этой стороны укладываете ткань, с помощью утюга синтепон приклеивается, держится хорошо, изделие держит форму, и это просто мечта. Заказала ткани. Вот такие. Сейчас это вот так. Заказала для своего сына. Он мне говорит, мама, ты мне можешь что-нибудь сшить? Я говорю, ну, конечно, могу, что ты хочешь. Ну, сши мне хоть что-нибудь. Я говорю, замечательно. Ну, пока он не определился, что именно хочет. Заказала вот такие ткани. Не знаю, поспешила или нет. Думала, вдруг ему не понравится. Я найду, что сшить себе. Ну, ему очень даже понравилось. Вот такие замечательные поварята. Пожалуйста, паста, бариста. Не знаю, такой позитив, такое настроение. Очень мне нравится. Да, это, как обычно у меня, хлопок. Небольшой кусочек, но думаю, хватит на то, что надо. Почему именно такие ткани, немного объясню. Мама, что ты заказываешь? Все девчачьи. Ну, думала, думала. Прошу прощения. По-моему, это уже не девчачьи. Ну, оказалось, остался, остался доволен. Ну, по крайней мере, не знаю, барбекю. Вроде как. Вроде как не девчачьи. Так что, найду, что ему сшить. И, когда показала, доволен, остался доволен. Ну, конечно, кусочек еще ткани, которая будет как ткань-компаньон, потому что вот эти кусочки совсем небольшие, а это будет прекрасно комбинироваться с обеими видами ткани. Так что, подходит. И вот такая еще ткань. Когда он ее увидел, просто пришел в состояние восторга. Думаю, ну, наконец-то. Угодила. Не девчачья. Ну, вроде бы, вроде бы глупостей нет. Пожалуйста, даже сообщение от кота. Планета животных. Так что, найду, что сшить. Будет доволен. Пока думает, что. Что он хочет. Что-то хочет, но что именно не знает. Да. Повторю. Это я заказывала в интернет-магазине. И сегодня первый раз, когда я вам не дам ссылку на этот интернет-магазин. Раньше давала, а сейчас не дам. Но не потому, что мне жалко, а потому, что, к моему огромному сожалению, он 1 апреля закрылся. Я хорошо знаю хозяйку этого магазина. Прекрасная девочка. Ну, она уехала. Уехала далеко. И мне, конечно, жалко того, что закрылся магазин. Но я от всей души желаю ей, чтобы на новом месте ее жизнь сложилась гораздо лучше. И все у них было хорошо. И из этого же магазина вот такие вот такие сувениры, вот такие ткани. Но сначала сначала я не знаю, испугалась, была озадачена, потому как я это не заказывала. Хлопковое кружево, три вида ткани. И, честно говоря, подумала, что девчонки перепутали, случайно положили мне свой заказ. И думаю, боже мой, кто-то ждет, а у меня чужие ткани. Начала звонить, говорю, девочки, у меня чужой, у меня не мой заказ. И я это не просила. Но оказалось, что это все-таки мои тканюшки. Не заказ, но мои. Это подарок мне на прощание от хозяйки магазина. Повторюсь, мы были лично с ней знакомы. И она говорит, вот перед отъездом я решила сделать тебе такой подарок, так что давай шей и надеюсь, тебе это понравилось. Конечно же понравилось, очень понравилось. Ну, кажется, из того, что собиралась показать, рассказала обо всем, не все. Да, не все я показала, то, что мне прислали, но некоторые вещи очень уж личные. На сегодня хвостушки окончены. Конечно же, огромное спасибо друзьям. Мне очень и очень приятно, что вы меня поддерживаете. Ну и заодно тренируюсь в использовании штатива. Сегодня уже второе видео. Пока что я смотрю то, то, что показывают, то на то, что вы можете видеть. В общем, еще немного, немного не приноровилась, но думаю, что в конце концов все будет хорошо. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Постараюсь в самое ближайшее время вернуться к рукоделию. Ну, постараюсь. Итак, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения. подписывайтесь на канал. До новых встреч!